На американском фондовом рынке стартовал сезон отчетности по итогам второго квартала 2013 года. В первую очередь инвесторы ждут результатов, которые представят 8 крупнейших банков США. Отчетность ведущих финансовых корпораций страны дает представление о состоянии финансового сектора в целом. Напомню, что по итогам первого квартала 2013 года по совокупным результатам банковский сектор оказался на первом месте. Высокие показатели были напрямую связаны с программой количественного смягчения. Во втором квартале появился риск того, что КУЕ могут свернуть. Однако опасения оказались напрасными. Программа осталась в силе, что позволяет сделать выводы о том, что финансовые показатели банковского сектора вновь превзойдут ожидания. Об этом же свидетельствуют первые опубликованные результаты. Так, чистая прибыль J.P. Morgan во втором квартале выросла на 31% и составила 6,5 млрд долларов. Чистая прибыль Wells Fargo возросла на 20%, достигнув 5,5 млрд долларов. У Citigroup тот же показатель вырос на 42%, до 4 млрд долларов. Кроме финансового сектора, в лидерах окажется сектор здравоохранения. В течение последних трех месяцев падение спроса на медицинские услуги и препараты не наблюдалось. Третье место в хит-параде квартальных отчетов, по моим оценкам, поделят технологии потреб сектор. При этом, последний может уступить технологиям за счет снижения розничных продаж в Штатах во втором квартале. Хуже остальных, вероятно, отчитается сектор базовых материалов. В первую очередь, это связано с падением цен на драгоценные и цветные металлы. Так, алюминиевый гигант Alco отчитался об убытках в 119 млн долларов во втором квартале, против прибыли в 149 млн долларов в первом квартале. В тяжелом состоянии до сих пор находится черная металлургия. Казалось бы, данный сектор мог выйти в первые ряды за счет нефтегазовых компаний, но падение цен на нефть WTI в апреле может негативно отразиться на прибыли американских нефтяных корпораций. Также в конце списка может оказаться сектор промышленных товаров и сервис.